тема моей проповеди будут будет называться восстановление петра все спасибо восстановление петра мы можем подумать да ну это тот петр который один из учеников и шоу это тот петр который шел за ним тот петр которому и шоу говорил ты камень это тот петр которому и шоу говорил я дам тебе ключи это тот петр который много обещал и конечно можно подумать как же так это же петр как такое могло случиться что пришла ситуация очень серьезная в жизнь петра и случилось так случилось он отрекся от шоу но тема моя будет называться восстановление петра и моей целью является показать вам то есть моя проповедь она будет поделена на две части первая часть она мы поговорим что привело его именно к такому состоянию к отречению то есть мы и мы поговорим об ошибочных объектах наших надежд нам свойственно надеяться но есть ошибочные объекты наших надежд то есть это то что ну не желательно нам нам надеяться на эти объекты или вообще не надеяться потому что они могут привести к таким результатам и вторая часть проповеди она будет говорить именно о восстановлении петра то есть здесь очень важный мы поговорим об очень важном аргументе для восстановления поэтому слава богу и так первое первый ошибочный аргумент да то есть ли первое то на что мы ошибаемся это надежда на ближних то есть это касается ну всех всех ближних кто тебя окружает братья сестры знакомые друзья даже возможно братьев господи там родные близкие муж жена дети мы можем подумать ну как как на кого ж надеяться как же если не на мужа там или на не на супругу там как же если там не не на брата знаете когда пришел только пока я за пришел пришел в церковь у меня было правильное но на тут минуту такое было правильное понимание я думал что братья сестры это ангелы просто тот момент это было правильное отношение на самом деле мы все ангелы да только иногда наша греховная натура иногда проявляется бывает ну а так все как бы нормально и вот мне было такое просто на эти представления думаю класс верующие люди это такие опять же я не хочу никого друзья обидеть не не братьев не сестер там жён мужей может родственников ни за что просто ну просто ну есть то что есть ну вот данность данность греховные как бы натуры то есть иногда иногда бывает чуть-чуть проявляется поэтому простите не хочу никого обидеть и вот интересно что местописание оно говорит такие слова об надежде на на всех окружающих это марка 12 глава 31 стих он говорит о том что мы должны любить бога да потом второе год вторая подобное возлюби ближнего твоего как самого себя иной больше сих заповеди нет и здесь написано любить ближних но никак не надеяться на них и не делать их своей опорой мы знаем что в жизни очень много ситуации да разные когда самая несокрешимая любовь она рассыпается в пыль ну мы мы это видим эта жизнь когда девушка говорит я выйду замуж и в моей жизни все изменится все будет классно все будет хорошо мне мой муж будущий пообещал там столько 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 и просто она в таком расстанете я когда женился тоже много пообещал знаете под страхом все что угодно пообещаешь знаете когда пастырь с таким лицом говорит ну что обещаешь конечно вещь этот час а слева страны теща ты что угодно пообещаешь жена моя мудрая она просто понимала что все обещания конечно не сдержу поэтому иногда мы смотрим что да самая сокрушенная любовь она просто ну рассыпается иногда бывает из-за просто каких-то мелочей из-за просто нового это не стоит того что-то не поделили что-то там не знаю разнравилась или не сошлись и так далее и мы смотрим это мы смотрим что самая крепкая дружба переходит во вражду у вас много друзей у меня раньше было очень много друзей до определенного момента когда мне стало ну сложно ну сложно то все друзья не разбежались единственным другом остался это моя мама которая сейчас господом поэтому любите своих родителей они сам они лучшие ваши друзья я думаю что у вас тоже до ситуации ну друзей много когда у у тебя есть что-то взять но когда тебе что-то нужно необходимо не возможно есть друзья на самом деле которые готовы жертвовать и готовы что-то делать но зачастую все куда-то разбегаются соответствующие один на один самые прочные родственные связи тоже превращаются в стальную стену знаете мы можем вы можете быть я могу быть мы можем быть в очень классных отношениях с родственниками это нормально это очень хорошо но знаете иногда может быть часто эти отношения они разрываются до дом времени когда начинается дележка имущества ну знаете когда родители умирают и начинается эта вся вот эта вот история вот это так родственники очень быстро забывают что у меня есть какой-то родственник это как в этом фильме да это мое это снова мое это снова мне и вот родственные отношения они бывают тут до определенного уровня опять же я не хочу никого обидеть мы просто дальше потом увидим и и и одной частой причиной да вот всего этого разрыва частой причиной является то что мы полагались на все эти ошибочные объекты то есть мы именно делали опорой думаю там не никогда когда мы видели говорят мне не нравится с кем ты дружишь ну не дружись с этими ребятами да что ты понимаешь это друзья которые мы там друг другу клялись что мы там друг за друга и получилось как получилось и вот причиной вот этого вот знаете расставание причина разрыва причина этих всех стен является самое главное то что мы делали опорой да данные данные объекты я не говорю не к тому чтобы мы избегали всех просто боялись я никому не доверяю нет я никому только богу доверяю нет никому никому нет когда мы мы должны учиться друг другу доверять это нормально мы должны учиться друг другу доверять но не делать чтобы это доверие не делалось опорой не возлагать опору и полностью сто процентов как бы надеяться когда девушка выходит замуж она доверяет что будущий муж он будет любить и защищать ну правда то есть это нормально я не говорю о том что мы все должны всех избегать убегать и мы только доверяем богу мы должны учиться доверять и когда девушка выходит замуж она доверяет что муж будет любить ее защищать ее будет цветы дарить там еще что то молодой человек который женится он тоже доверяет будущей супруге что он будет каждую неделю кушать борщ правильно ну уже я так же ну не знаю мне просто борщ нравится поэтому я взял в пример то есть и мы это нормально когда мы учимся доверять но первая ошибка то есть это надежда на но на ближних нам хочется надеяться но ситуация нагрит о том что это нельзя это делать вторая ошибка да наша это самоуверенность то есть это надежда на себя и на свой на свой разум возможно это и ошибка была Петра мы потом дальше об этом поговорим и мы знаем да что в современном мире есть такие лозунги да надейся на себя надейся на свои силы и тебя все получится ты все сможешь и так далее ну это в принципе нормально когда ты вдохновляешь себя каким-то там да действиям я всегда вдохновляю себя вставать рано утром и заниматься бегом ну стараюсь вдохновлять себя то есть сейчас все получится Вася ты сможешь ты проснешься ты сможешь но когда-то бывает что не всегда получается вот моей дочери получается но тут другое когда человек он такой самонадеянный то есть надеется только на себя и все и в этом мире очень много таких лозунгов но я тоже живу друзья в этом мире и мы все живем в этом мире и как верующие люди мы можем эту теорию опровергнуть местом писания это притчи 3 глава с 5 по 8 стих здесь написано надейся на господа всем сердцем твоим и не полагайся на твой разум во всех путях твоих познавай его и он направит стези твои не будь мудрецом в глазах твоих бойся бога и удаляйся от зла это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих писание мы отлаживаем надежду на свои на себя да и написано что надейся на господа всем твоим сердцем и не полагайся на на свой разум быть мудрецом в своих глазах это гордость это человек который все знает ему не нужны советы ну были такие люди когда ты вот с человеком общаешься говоришь это я это знаю это я это знаю думаю ну как то не я и я иногда бывает разговариваю даже если я знаю я сама ну хоть показываю вид что мне это интересно думаю да вау класс то есть ну это нормально а бывает мы с людьми общаемся они они все знают если у них айфон сейчас какой айфон уже я уже по счету двенадцатый там да уже двенадцать с уже и появился то все с ним можно не общаться он все знает и и так далее поэтому очень важно спрашивать советы у старших это очень важно потому что чем больше мы будем спрашивать совет у старших тем меньше ошибок мы будем делать это касается всех особенно конечно молодежи молодежь у нас хорошая молодежь она не действительно она больше знает и разбирается чем я вот но это не гарантирует то что они не могут сделать ошибок Поэтому очень важно советоваться со старшими, которые, может быть, больше что-то знают. И это нормально, когда мы воспитываем в себе чувство уверенности. Мы должны в себе воспитывать чувство уверенности и чувство ответственности к себе по отношению к другим, для того, чтобы люди могли доверять, то есть сдерживать свои обещания и быть пунктуальным. Но не быть слишком самоуверенным, зная все наперед. Знаете, иногда люди общаются, это как пример. Люди говорят, верующие говорят, вот я бы не поступил, как поступил Адам. Вот я бы точно не поступил. Я бы, конечно, сказал бы Еве, как ты так? Господь же сказал нам, что мы не должны слушаться змея, мы должны уповать на тебя. Или там, я бы не сделал, как сделал бы то-то, 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 как президент поступил или что-то еще. Но я скажу, часто мы говорим, я бы так не сделал бы, и в жизни приходят ситуации, которые показывают совсем-совсем другое. Это состояние самоуверенности. Мы знаем, апостол Петр, он уже апостол, он сказал, я никогда, даже если это будет касаться смерти, я никогда не предам тебя. И знаете, это вот слово, никогда не говори никогда, потому что в жизни придут ситуации. Даже если мы, бывает часто там, ты вроде помолился, пободрствовал, все хорошо, едешь на машине, кто-то тебя подрезал, подрезал ты раз, и опознавательными знаками что-то вот вышло с тебя. И думаешь, ну, боже, ну как это так получилось? То есть иногда есть моменты очень такие, ну, важные, что я не знаю, как я поступлю. Да, я, правильная позиция говорить, я не хочу так поступить. Я не хочу, там, да, то есть, ну, в этой ситуации поступить вот так вот. Там, не знаю, там, ну, даже вплоть до того, там, да, там, много мнений, там, брать оружие или не брать оружие. Я не хочу этого, я не хочу поступать, ну, плохо. Но вот данная ситуация, вот в жизни Петра пришло очень сильное искушение. И он поступил так, как поступил. И интересно, что притчи, да, это, по-моему, в притчах написано, такие слова, да, «Не дай мне богатства, чтобы я не забыл тебя, и не дай бедности, чтобы я не похвалил тебя». То есть вот как бы с такого отношения о том, что, да, Божий, дай мне силы устоять в тяжелое время. Я не знаю, как я поступлю в данной ситуации. Может быть, я, не знаю, накричу, может, я кого-то обижу, может быть, я кого-то ударю. А может быть, я сорвусь. Я не знаю, я не хочу. Я люблю Бога, я хочу служить Богу. Но я не знаю, как я поступлю в данной ситуации, когда она не придет. Боже, дай мне в этой ситуации полагаться на тебя, не на себя, не на свои силы или на то, что я, может быть, знаю Писание или еще что-то. И вот интересный момент. Не надо говорить «я не сделаю никогда в своей жизни», потому что ситуации могут прийти разные, как пришли в жизни Петра. Третья ошибка – это надежда на свою силу. Мы все знаем пример Голиафа, да, который был сильный человек, он ходил, все его боялись, все его попугались, ужасались. И он держал в страхе всех, ну, потому что он действительно был сильным человеком, все его боялись. Но тут маленький Давид, потому что на любую силу находится другая сила, да? Как этот «против лома нет приема, если нет другого лома». То есть и когда мы можем заболеть, мы можем… силы могут покинуть нас. Я не помню, в детстве очень-очень хорошо бегал, ну, то есть у меня по бегу были одни пятерки на то время, вот. И по разным ситуациям я убегал от собак, убегал… Ну, как, драться я не любил драться. Я хорошо, зато хорошо… Когда я видел, чувствовал, что тут драка, ну, вот ты понимаешь, знаете, мудрый видит беду и укрывается, то я очень хорошо бегал. И вот один прекрасный момент, мы там, ну, с парнями игрались, там была какая-то такая яма. Я говорю, да я сейчас перепрыгну эту яму, я же там лучший, у меня там разряд по бегу. И я разбегаюсь, я не знаю, как, что произошло, может, я неправильно там оттолкнулся и что, и я эту яму не перепрыгиваю, я попадаю в эту яму. И все, конечно, ага, начали смеяться. Поэтому вот это вот, иногда мы думаем, да, вот мы справимся, мы сильны. Нет, это хорошо, нормально заниматься спортом, это не укор всем спортсменам, занимайтесь, это очень полезно, это хорошо. Но когда мы рассчитываем на свою силу, то иногда сила, она может нас просто подвести. Поэтому один, помню, известный, читал высказывания одного известного боксера, он христианин, очень известный, очень сильный, он посвятил спорту все свое время. И перед боксом, да, перед, как это слово называется, я забыл, перед рингом он всегда приклинял свои колени. И, так, извините, сейчас я прочитаю эту. Он говорил, и он говорит, что Господь, Ты моя сила и Ты моя крепость. То есть он, хотя бы он был и сильный, хотя он знал, что он это вот, но всегда он уповал не на свою силу, на силу Господа. Поэтому очень важно. И мы поговорим о последней, четвертой ошибке, а потом мы перейдем к апостолу Петру. И четвертая ошибка – это надежда на богатство. Мы думаем, что наше состояние спасет нас в трудную минуту. Иногда ты надеешься, что то, что у тебя есть, оно тебя спасет и обеспечит прекрасное будущее. Но видим, тем более в данной ситуации, да, мы все это ощутили, что уповать на богатство – это то же самое, что, знаете, оно есть, его нет. Поэтому деньги, конечно, нужны нам, и это нормально. И помните пример с Титаником, да, когда много богатых людей было на Титанике, когда он начал тонуть, то там некоторые пытались как-то откупиться, что-то заплатить, чтобы как-то уплыть, но ничего не помогло. Все это потонуло, и мы знаем, много количества людей просто утонуло. И Писание говорит такие слова. «Не заботься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли твои, устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья, как орел, улетит к небу». Притча 23, 4, 5. «В деньгах нет ничего плохого, и быть богатым человеком – это не грешно, но надеяться на богатство очень шатко. Как есть пословица, да, деньги – хороший раб, но плохой хозяин». Главное, кто как им управляет. И мы люди, и нам свойственно доверять всем этим вещам. Мы хотим доверять друг другу, мы хотим где-то полагаться, что-то рассказать, чем-то поделиться, открыться, потому что мы люди. Знаете, была такая история, один мальчик в церкви плачет, и подходит к нему пастор и говорит, «Что ж ты плачешь?» Он говорит, «Да вот никто меня не любит, никто с кем не дружит, не разговаривает». И пастор ему говорит, «Ну, бог же тебя любит, бог же с тобой может общаться каждый день, и ты только ему открывай свои желания». Он говорит, «Пастор, я это знаю, но так хотелось, чтобы кто-то оказался в коже». Знаете, так хочется, нам свойственно, иногда полагаться на кого-то, иногда надеяться на кого-то, доверять это нормально, то есть мы должны этому учиться. Но когда мы слишком доверяем, мы делаем опорой человека, то происходит то, что происходит. И вот четыре таких момента, да, четыре ошибочных момента, на которые нам не нужно опираться. Я знаю, что это все к нам не относится. Мы все люди верующие, знающие Бога. Конечно же, все мы упываем только на Бога, да? То есть не упываем ни на кого, не надеемся, все как бы доверяем только Богу. Аминь. Такая тишина, да. Ну, бывало такое, что где-то ты там, понимаете, когда ты идешь и там заработал, там много денег, ты такой важный идешь, думаешь, да, я там смогу это, я смогу то, там мне там как бы все это. Ну, это как бы нормально, да. Но иногда бывает то, что у тебя есть, но кто-то может это украсть. И, друзья мои, возвращаемся к апостолу Петру. Возможно, один из неправильных, ошибочных объектов, его доверие было это на себя. Да, мы все знаем, он сказал, да я никогда в жизни. Вот. И интересный момент. Мы все хорошо помним слова Ишуа, да, сказанные перед завершением пасхальной трапезы. Да, все было хорошо. Они ходили вместе с Господом. Такие чудеса видели, исцеляли, там, бесы выходили. Такие чудеса, там, пять тысяч человек было накормлено, там, две рыбки, там, и, да, пятью хлебами. То есть много, и Петр был там. И Ишуа, он говорил Петру о том, что ты будешь великим человеком. И Петр, знаете, как иногда, это хорошо, Бог, он так подымает. И, конечно же, и вот момент, ну, предпасхальная вечеря, и Ишуа говорит такие слова, да, мы все знаем эту историю, не буду ее зачитывать. Ишуа говорит, что кто-то из вас меня предаст. Конечно, апостолы, ну, будущие, да, тогда ученики, все были в недоумении, не я ли Господи? Да, помните, да, не я ли Господи? Как это, ну, что ж такое может случиться, что я, как бы, предам? И все начали, как бы, в таком замешательстве, да, ну, как бы, в недоумении спрашивать, не я ли Господи? Интересно, все спрашивали, кроме Петра. Да, если вы почитаете, да, Петр ничего, он не спросил, он был точно уверен, он, Бог же сказал, что ты будешь великим человеком. Он был точно уверен в себе, и он ничего не сказал. И плюс к этому он еще, он просто заявил о том, что он, ну, они-то, конечно, ну, не знаю, может быть, они, ну, я, да, никогда в жизни. Да, вот, даю вам 100%, никогда в жизни, даже если это будет казаться смерти, я готов пойти даже и на смерть. Конечно, Ишо услышал эти слова, и, недолго думая, он сказал очень такие слова, которые, конечно, ну, было бы неприятно услышать, да, вот, я думаю, что Петру было очень неприятно это услышать. И я поставил, как бы, да, себя на его место, да, там, или вы можете тоже, как бы, поставить, да, себя на... И Ишо говорит ему, что Петр, до этого все было хорошо, ты был со мной, ты был рядом, ты видел чудеса, ты проповедовал, от тебя исцелял тоже, возможно. Там бесы выходили, ну, приветствую, жизнь такой серьезный момент, очень серьезный, очень сильное искушение, когда ты, ты предашь меня. И ты предашь меня быстрее, чем, ну, пропоет петух три раза. Скажу, для Петра это было просто, ну, очень шокирующее такое. Как? Ну, я, ну, я же люблю тебя, ну, как, Петр? Ну, так случится. И мы, мы знаем, как бы, дальше историю, да, то есть Гефсиманский сад, Ишо берут под стражу, ученики все разбегаются, и Петр отрекается от Господа, и он вспоминает то, что ему говорил Ишо. И приходит к нему очень глубокое сожаление, думаю, Боже мой, что я сделал? Как, ну, как это, ну, как это так получилось? Как это так? И, конечно, можно более глубже представить состояние, состояние Петра, да, Синь, это очень серьезное искушение. Он надеялся на Господа, да, ученики, никто не был рядом с ним, никто не окружал его, сказал, Петр, я с тобой, если там даже скажут, ну, давай, ты не отрекайся, скажи, я сорвнул, это, ну, я был с ним, я его ученик, никого не было рядом, он остался на один, один на один. Ученики разбежались, тут он видит, что его Господа взяли, над ним издеваются, и подходит к нему обычная служанка и говорит, да, ну, ой, вроде ты был с учениками, ты был с ним. Вот это состояние, возможно, страха, непонимания, а может быть, настолько все быстро произошло, что он даже не смог просто прийти в себя. И он сказал, да нет, я не знаю никакого Господа, нет, и так три раза. И потом глубокое сожаление и покаяние, и возвращение в прежнее русло ловлю рыбы. Я думаю, что после такой ситуации, такой очень серьезной, очень тяжело подняться снова, очень тяжело встать. Даже те слова, которые Ишуа ему говорил, да, о том, что он, ты камень, о том, что я тебе дам ключи, о том, что только тебе Бог открыл глаза, о том, что я сын Божий. Помните, да, эту ситуацию? Не плоть и кровь тебе открыли, то есть вот тебе, то есть как бы вот о том, что ты будешь великим человеком, у тебя будет великое будущее. Такое состояние, оно не смогло ничем его помочь и не имело никакого смысла. Его жизнь, она была полностью разрушена, и все мечты рухнули. Возможно, бывало ли у нас такое вот состояние, а возможно, мы находимся в таком состоянии, когда мы обещали что-то Богу, и мы не исполнили свое обещание, или даже где-то что-то отступили от Бога. И даже если мы встали там, не знаю, в тайной комнате, помолились, покаялись, и все равно вот это вот состояние, ну, я-то покаялся, а вот простит ли меня Господь? Ну, вот такое вот, да, вот, ну, отречение, потому что, ну, я думаю, что Петр, его беспокоило о том, что вообще простит ли его Господь за это. Это не просто там, ну, не сдержало слова, там, или не пришло вовремя, то есть это было публичное, то есть осознанное было, не знаю, отречение. Даже если он молился, он каялся, и его это не успокаивало. И он разочарованный, огорченный, все планы рухнули, опять пошел ловить рыбу. Если у нас было, или такое состояние, и мы находимся в таком состоянии, и мы думаем, что, возможно, я иногда слышу такие слова, «Да, что мне до Бога?» Да, там, или «Что мои проблемы до Бога?» Или «Я сделал такое, чтобы Бог меня не простит?» Ну, я как бы слышал такие выражения. И вот Петр, находясь в таком состоянии, обычно занимается обычным делом. А что делать дальше? Жить-то как-то надо дальше, правильно? И вот в этот момент приходит самое-самое-самое интересное. Они ловят рыбу, каждый думает, не знаю, о чем думает, свои какие-то мысли. И тут один из апостолов, да, по-моему, Иоанн, увидел Господа на берегу. Никто его не узнал, но он узнал Господа. И говорит, Петру, это же Господь. И Петр, вот так как он, таким, как он был, там, да, там, опоял, он, написано, он был нах, опоясался. У него загорелась какая-то такая надежда. Но все-таки, я думаю, что когда он плыл, он думал, наверное, все-таки Господь меня не простит. Но все-таки надо же как-то, ну, к нему доплыть. И вот он бросается в воду, все приплывают, начинается беседа у костра. И вот Петру, который отрекся, возможно, ученики тоже, у них были свои моменты. Ему было тяжело поднять глаза Господу, да, на Ишуа, посмотреть ему в глаза, потому что он понимал, что он сделал неправильно, очень неправильно. И вообще, простит ли его Господь вообще за это? И здесь, значит, самое интересное. Это Иоанна, 21 глава, 15-17 стих. Когда же они обедали, Ишуа говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня более, нежели они? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Ишуа говорит ему, паси агнцев моих. И еще говорит ему в другой раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Ишуа говорит ему, паси агнцев моих. И потом в третий раз он говорит ему, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что третий раз его спросил, любишь ли ты меня? И сказал ему, Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Ишуа говорит ему, паси овец моих. И вот интересное, после всех событий, после этого состояния, Ишуа, он не сказал, ну шо ж ты, Петр, у меня все на тебя были надежды. Я на тебя полагался, надеялся, а вот ты, ну, теперь будем избирать другого ученика. Нет, он обращается к Петру. И глазам глаза он говорит, любишь ли ты меня, нежели они? И вот, когда я как бы читал там Писание, я увидел, что вопрос, он имеет две стороны. А первая сторона, Ишуа указывал на сети, лодку и улов. И говорил, любишь ли ты меня больше, чем все это? Рыбалка, улов, сети, лодка. Любишь ли ты меня больше, карьеры, финансов, успехов, домашнего какого-то устройства? И знаете, в нашей жизни будут такие моменты, что мы всегда будем делать то, что мы любим. Что мы больше любим. И здесь, возможно, разбивается миф, да, о том, что, ну, я не делаю это, потому что мне это не нравится, как бы, да, там, или я не буду это делать, потому что, ну, вот я вот ищу что-то, что-то по душе себе. Вот, ну, я думаю, что если мы будем любить Господа, мы будем все делать для Него. Когда мы служили на миссии, очень тяжело, тяжелое время, там была обстановка, и работы нету, приходилось туда-сюда ездить. И это, ну, было очень тяжело, то есть семья на разрыве, то есть жены не видишь, дети тоже, вот. И многие задавали вопрос, что вы приезжаете сюда, что вы тут, ну, тут же отсюда все уезжают, а вы приезжаете. И все равно то, что вы делаете, это, ну, никем не будет там оправдано, люди же, они все равно как бы остаются людьми, и они, ну, как бы, но мы говорили, что мы это делаем, потому что мы любим Бога. Но только любовь к Богу, она позволяет нам делать то, что мы делаем. И в нашей жизни, да, в служении Богу, если мы любим Бога, то мы пойдем дальше, чем мы сейчас. Вот Иешуа задает Петру, да, этот вопрос, и в нем такая вот часть о том, что если ты любишь меня, то это, ну, тогда это не должно быть твоим приоритетом. И вторая сторона вопроса, тоже очень важная. Он говорит, Петр, любишь ли ты меня больше, чем остальные ученики? И что я здесь увидел во второй стороне, в этих словах он дает понять, что если ты любишь меня на самом деле, то мне все равно, что было до того, что у тебя произошло. Если ты на самом деле любишь меня, я не обращаю внимания на то, что произошло. Мне все равно. И я думаю, что Бог, Он задает каждому вопрос, если да, кто-то из вас, может быть, не может встать, подняться, или в каком-то таком состоянии, думаю, что я что-то сделал неправильно, и ты себя осуждаешь. Но Бог говорит тебе, если ты любишь меня, вставай и иди дальше. Это звучало три раза. Любишь ли ты меня, Петр? Вставай и служи. И мне все равно, что было до того. Упал ты, отрекся, не знаю, где-то пошатнул, что-то сделал неправильно. Любишь ли ты меня, называя каждого по имени, если любишь, иди дальше. Вставай и иди дальше. Потому что на самом деле, ну, единственное, да, что нас вдохновляет, ну, служить Богу, это любовь к Нему. И когда мы любим, мы это делаем. И тяжело это, или не совсем тяжело, да, или, может быть, не знаю, невыносимо, но мы это делаем, потому что мы любим. И Шоу не хотел умирать на кресте. Возможно, есть какой-то другой план. Но он пошел на крест. И в Гемсиманском саду решался очень серьезный вопрос. Умирать или не умирать? Но он пошел на крест, потому что, написано, если бы так Бог возлюбил мир, да, что отдал Сына, Который умер за нас. И вывод можем увидеть такой, да, что первое, кто делает опорой плоть, в дальнейшем он потеряет урон или ошибется. Это первое, почему, ну, мы, да, на примере Петра. И второй очень важный вывод, аргумент, да, почему Петр, он, и Шоу, да, вновь как бы подымает его. Да, Бог может поднять даже любого человека. Любит, любишь ты Господа, не любишь ты Господа, даже самого, самого ярого и неверующего атеиста. Но, как бы, то, что я, как бы, увидел здесь, да, первый был вопрос. Петр мог бы сказать, ну, Господи, ну, не знаю, охладела к тебе моя любовь. Нет, он сказал, я люблю тебя. Тогда вставай и паси, паси агнцев моих. И вторым аргументом является любовь к Богу и честность. Знаете, Бог любит честность. Когда Петр, на самом деле, в то время он говорил, я тебя не предам, на самом деле, он говорил честно. Он не говорил, ну, как бы так, чтобы показаться. На самом деле, он говорил так, как он бы поступил на тот момент. Но, конечно же, он не понимал, что есть слабость человеческая, которая может в какой-то момент подвести тебя. Но Ишуа, он видел, что на самом деле он говорил это искренне. Иногда Бог показывает нам, говорит, вспомните искренние желания, которые ты говорил и обещал Богу. Даже если ты их не исполнил, но ты искренне говорил. Помните, мы искренне обещали Богу служить. Мы много что-то, особенно после какой-то конференции большой, мы, Господи, я все, пойду, куда ты не поведешь меня, пойду. Да, там, поеду, все, я весь твой. А потом, девушка проспался, поднимается рано утром, думает, что-то много я наобещал. Но, на самом деле, на тот момент это были искренние желания. И когда Петр, он говорил, что я тебе не предам, это были искренние его желания. Он искренне, но думал так. И очень важным аргументом, почему Ишуа поднял Петра, в том, что на самом деле это за его искренность, за то, что он на самом деле любит Бога. Если ты любишь Бога, и твои желания были искренние, Бог, Он говорит, поднимайся, вставай. Вставай и иди дальше. И то, что было в прошлом, меня это не интересует. Главное, что ты любишь меня, а я люблю тебя. И это очень важно, друзья. Это очень важно. И завершая свое слово, сегодня будет причастие. Я думаю, что каждый, то есть это вот время, знаете, потому что каждая капля, да, его крови, она говорит о том, чтобы ты вставал, поднимался и шел дальше. И не важно, что произошло в твоей жизни. Да, возможно, какой-то будет момент, когда ты поднимешься, ты будешь восстанавливаться. Но это путь, путь восстановления. Поэтому, друзья, пусть Бог благословит вас не сдаваться, а идти вперед. Пусть Бог вас благословит. Аллилуйя. 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 Аллилуйя.